23 марта Славянский район отметит светлую и одновременно скорбную дату в истории нашей малой родины. 77-ю годовщину освобождения станицы Славянской от немецко-фашистских захватчиков. Начиная с февраля 1943 года на территории района велись ожесточенные бои буквально за каждый населенный пункт. Одними из первых были освобождены хутора Беликов и Солодковский. 23 февраля 1943 года был освобожден поселок Забойский. В памяти об этом событии там прошел торжественный митинг. Более восьми месяцев Славянский район был оккупирован гитлеровцами. За это время славянцы узнали все ужасы фашизма и с нетерпением ожидали освобождения. Первые ожесточенные бои, которые положили начало изгнанию захватчиков с территории Славянского района, были как раз в этих местах. Освободив хутор Солодковский, советские войска атаковали врага в поселке Забойском и смогли очистить его в день Красной Армии. В память об этом событии у мемориала павших в Великой Отечественной войне и проходил митинг. За свою тысячелетнюю историю наше государство вынесло немало жестоких и кровопролитных сражений, но оно всегда умело себя отстоять, защитить и всегда на его защиту первыми вставали мужественные воины. Мы гордимся подвигом ветеранов, а ветераны могут гордиться теми, кто служит отчизде в наши дни. Искренне поздравляю всех участников Великой Отечественной войны, вооруженных сил, тружеников тыла, воинов-интернационалистов, всех присутствующих с праздником. Этот праздник здесь особенно любим и почитаем. Ветераны войны и труда, представители общественности, учащиеся, словом, все, для кого дорог этот день, пришли на митинг. Для нас важно чтить память для того, чтобы помнить и гордиться теми, кто за нас боролся, кто дал нам, по сути, жизнь. Эстафета памяти продолжается новыми поколениями жителей поселка. Школьники читали стихи, посвященные бессмертному подвигу. Вечная слава павшим, шепчет вечный огонь, славы себе не искавшим, шедшим всегда на пролом. Вечная память павшим, вечная слава им, мы своим нынешним счастьем вечно обязаны им. В ознаменовании приближающегося 75-летия Победы ветераны были награждены юбилейными медалями, учрежденными указом президента России. Эта торжественная церемония, конечно же, очень растрогала награжденных. Ветеран Великой Отечественной войны Василий Иванович Потапенко 7 лет прослужил в рядах Красной Армии. В 43-м году, в ноябре, сразу в нас на училище подучили стрелять, воевать. Ну, два месяца поучили, марш в рот отправили. Я дошел в Польшу, всю Польшу, до Одера дошел я, ну, там немножко осталось уже. Я связистом был, КШР, я выше всех ростом был. Так что у меня пуля-то, голову ранила, а тут это самое, ну, вот так. Бойна кончилась, значит, нас сразу в Россию, на охрану заводов. После минуты молчания состоялось возложение цветов к подножию памятника. Многие жители поселка считают своим долгом постить память героев. Немаловажно, что здесь активно работают с подрастающим поколением по воспитанию патриотизма. Мы проводили три митинга. Сначала в хуторе Деревянковка, вчера мы проводили митинг в Солодковском хуторе, и сегодня вот на центральном памятнике в поселке Забойский. Активно участие принимает школа, население, администрация. В общем, относимся к этому ответственно. Ну, что я хочу сказать, что вот насколько проводится работа у нас, военно-патриотическая, в том плане, чтобы подрастающее поколение помнило, знало своих героев. Мы работаем со школьниками, проводим мероприятия в школах, уроки подвига. Вот буквально проводили в школе номер 20. Праздник завершился, и он наверняка запомнится всем его участникам, как знак уважения к нашему прошлому, которым можно и нужно гордиться. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова